Я хочу, чтобы ты тянул билет. А перед тем, как вытянуть билет, в какую сторону он не был бы. Даже если я вылечу сейчас, я все равно в жизни прилечу к тебе. Не вернусь. Самое главное для меня знак. Покажи, с какой начинать. Я буду считать до 11. Давай отсюда. Отсюда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. С английским хорошо, но... Амриэл. Рива. Это не Греция. Это не Греция, да? А что это такое? Нет, а Рива это отправление. А что это? Это не Греция. Это билет. На вылет. На вылет. Я ей сказал, выбирай сердце. А она сегодня доверилась знаком. Мое любимое число 11. Она меня выгнала сегодня с проекта. В щечку дашь поцеловать. Ну, последний раз. Моя. Я тебе серьезно говорю. Я же не сдавис, помнишь? Победа. Бля... Что за бред? Ну, вот такой... Бред. Если не судьба, значит не судьба. Но опять же, не для меня. Я буду добиваться вне проекта. Попрощай, что ли? Давай пожмем руку. Ой, красавица. Ты прости за все, что было, чувак. Да, сам. Сань, через что? Давай, чувак, удачи тебе. То самое, что такое. Возраст? Да. Возраст, по всем. Бред. И бабушке я не понравился. Из-за возраста. Ну, ты крутой боец зато. У тебя все впереди. Помнишь? Давай, Абис, удачи. Зерки мать, властей спадает. А можно я скажу, кому желаю истинной победы? Честно. Вот не обессудьте никто. Гуцул, я хочу видеть тебя на Олимпе. Давай. Он такой расстроился вообще, капец. Я не могу, он чуть не расплакался. Я не знаю, мне так, я не могу, я так селила, как-то вообще очень, мне не могу, у него такие глаза, уже капец. Одна любовь В моем сердце Ты Желанная Бог Нет любого По пути Я или ты Я или ты О, ну, чуваки, пошел я. Давай, Ромчик, с Богом. Давай, Ромчик. Рома, мне кажется, занудным. Вот серьезно. Когда я вижу Алину, то у меня всегда есть ощущение, что сейчас что-то будет. Это Мальдивы. Это Греция. Я выбираю Грецию. Потому что на Мальдивы я всегда могу полететь, когда угодно. А в Грецию? А в Грецию я хочу полететь к тебе и с тобой. А ничего, что нам будет мешать еще несколько ребят? Это они не мешают. Они мне создают конкуренцию. И как для человека воина, это наоборот только укрепляет его качество, чтобы побороться за тебя. Оставь на ленту чемоданчик. Мне хочется ознакомиться все равно и дальше. Я хочу, чтобы он был расслаблен, чтобы мы друг другу раскрылись. Я буду просто вырывать руками и ногами, требовать, чтобы мы сближались, находили друг друга, чувствовали друг друга. И у нас было что-то большее, чем просто свидание раз в две недели. Все в моих руках. До встречи. До встречи. До встречи. Он как-то так может из негатива меня перевести в позитив, я в шоке. Он так это как-то ловко делает, я не могу понять, не могу разгадать. Стоит за эти голубые глаза, как до фонаря. Как он это делает? Когда ты уверен, ты имеешь хоть какой-то шанс. Когда ты не уверен, ты вообще не имеешь никакого шанса. Поэтому нужно быть уверенным в себе и идти. Привет. Привет. Как вы? Я рада тебя видеть очень. О, я что-то так... Я надихаюсь, знаешь, от мне усмешка, я так подивлюсь. Сердце бьется. Бьется? Да. Можливо, я в ней закохался, можливо, она у меня. Рюкзак на ленту. Мы видим, все что выиграется. Я счастливый, я хочу на Олім. За Ліною. Давай, братико. Давай. Хвилювался дуже. Хвилювался, пока сидел, ждал на свой визет до... За билетом. Привет. Привет, ноль. Как ты? По-честному, не очень. А я вижу. Я плохо себя чувствую. Физично? Да. А морально? Духовно, как? И морально не совсем хорошо. Как ты спишь? Мне такой снится. Может, такое, не пойму, что. Люди в Греции со мной. Боже, круто. Белый небо еду до Белой Греции. Да. Вова, честно. Слышишь? Будь самим собой, и все будет круто. Спасибо, Антоха. Да, то есть какие-то у меня переживания, возможно, были за сегодняшнюю церемонию. После общения с бабушкой, я просто... У меня настроение в двухсоткратном размере повысилось. И для меня это добавило какую-то уверенность. Алечка, привет. Привет. Как дела? Я не знаю. А ты не знаешь? Чего? Ну... Я на самом деле... Можно я начну? Да. Я очень долго думал, что вот можно сделать для тебя такого, чтобы тебя как-то вот взбодрить. Я очень хочу, чтобы вот этот Мишка, когда тебе будет тяжело, когда тебе будет плохо, чтобы ты его просто брала в руки, обнимала, и он тебе, скажем, ну, весь твой негатив, все то, что ты переживаешь, забирал с собой. О, Боже. Спасибо. Я хочу тебе кое-что сказать. В школе у меня был друг. Он очень... Мы очень дружили с ним. Он знал все, что я люблю. Он знал мои любимые цветы. Он знал мои какие-то секреты. Он дарил мне лучшие подарки на 8 марта. Он дарил мне лучшие подарки на 14 февраля. Я рада была, как ребенок. Он мне приносил мои любимые конфеты. Он отлично общался с моей мамой. Он всегда был рядом со мной. И в какой-то момент я поняла, что я человеку делаю очень больно. Почему? Потому что я за вот этими всеми подарками, за всем этим другом, я не видела основного. Я не видела чувств человека. Мне казалось, что... Что я к нему отношусь, ну вот как к другу, и он ко мне тоже относится как к другу. И сейчас приблизительно та же ситуация. Я... Тяжело, счастливое. Вера. К тебе. Я, честно, ничего тут не понимаю. Аня, понимать. Мне просто... Ты не летишь со мной в Грецию. Я понял. И... Я просто ложусь на мысли, что я... Ну, я не хочу... Я не хочу, чтобы получалось так, что я... Ну, что я... Играю с чем-нибудь за чувством, или не говорю правду какую-то. Я зимой человек. Я понял. Спасибо лишь. Спасибо. Спасибо тебе. Не скучай. И не расстраивайся обязательно. Хорошо? Все. Давай, пока. Антоха. Антоха. Он... Он мужчина настоящий. Он... Он меня поддерживал даже сейчас. Даже, когда он понимал, о чем я говорю, и что я скажу. Не могу. Как можно быть таким позитивным человеком вообще? Не смотря ни на что. Просто улыбается и все. Он мужчина хороший. Я не знаю, когда понять правильно. Я себя чувствую каким-то ущербным. Не могу понять. Не знаю. Родные меня ждали с домой, с победой. С победой, с завоеванной девушкой. Но... Не судьба. Я не знаю. Я даже, наверное, приеду. Я говорить, наверное, не буду, что я приехал. Я так рад тебя видеть, на самом деле. Настроение. Я не знаю, как... Какое оно. Не знаешь? Оно растеряно. У меня такая же... Несколько проста. Мне кажется, что ты неискреннее со мной. Я что-то в тебе вижу свое, как будто симпатия даже, да? Чувствую в тебе, а то абсолютно нет. Мне кажется, что ты распыляешься на шоу, на то, что как-то себя здесь вести. Нет, на самом деле нет. На самом деле это все не так. Это у меня такое ощущение. Плохо. Но тем не менее, всегда есть выбор, да? И ты его делаешь, как хочешь. Ты захотел ушел, захотел пришел, захотел все, что захотел, сказал. И все-таки я хочу, чтобы ты сейчас подумал, есть две страны, одна Вальдива, без меня, и Греция со мной. Ты можешь сделать выбор, ты можешь расслабить себя, тебя напрягает здесь все, тебя напрягают здесь люди, тебя напрягают ребята. И меня очень напрягают здесь люди, и в страшном конфликте. Ты кому насчет дал? Ты кому насчет дал? Нырнуть в стресс, в человек, с человеком, который тебя недопонимает, это я, с людьми, которые тебе не нравятся, и улететь в Грецию, Мальдивы, Греция, Мальдивы, Греция. Я удраю. Грецию. Я просто хочу тебе доказать, что я лучше здесь. Для чего лучше? Просто так лучше или? Нет, для тебя. Еще раз, секунду, думай. Да я не собираюсь думать. И принимай решение. Давай мне Грецию. Ты сегодня такая красивая. А ты нет. Я знаю. Это встреча в Греции? Да. Проходите на посадку. Масло фонтон. Он меня держит эмоционально, мне нравится с ним общаться. Интересно мне. Ну мало общалась с ним, мне надо еще. Мальдивы. Самое обидное, что я не буду говорить, кто из ребят, но она, честно, она офигеет. Она сойдет с ума, когда узнает о половине из ребят, какие они люди и скажет, господи, кого же я выбрал, кого я оставил. В любом Вале, в любом варианте она будет моей. Даже вне шоу. Ви повинні це побачити. Найкращая подруга Алины просто на ее очах закрутить роман с участником. Ты без ничего? Даже в трусиках. Что? Ну вот они есть. Угу. И сверху есть. Угу. Я просто обалдела. И за ней скажет другой участник. Роман, никто. А куда идешь? Это моя война личная. Я ее продолжаю. Мне страшно. У середу о 19.00. Герои та коханці вийдуть на стежку войны. Четверочка.